Да, да. Сразу же второй вопрос возникает, который, кстати, у нас здесь есть. А вот что наши молитвы могут сделать для усопших? Они что-либо могут изменить там? Да, естественно, мы не различаем наше временное и вечное в жизни, потому что Господь всегда присутствует. И особой разницы нет, мы молимся о временном или о вечном. Поэтому тот же самый Господь, который существует вне времени, вне пространства, Он принимает наши моления и говорит к Христосу, что все то, что вы попросите у Отца во имя Мое, отдастся вам. Так как сам человек уже после своей предсмертной участи не может сам за себя молиться, у него уже отсутствует так называемая гномическая воля, то есть он уже живет по своему выбору, то, что он сейчас. То, что он сделал в своей жизни, соответственно, этому выбору продолжается его духовная участь. Но те люди, которые находятся еще во временном пространстве, конечно, их молитва имеет большое значение, поэтому церковь установила особые дни поминования усопших, особые молитвы, которые помогают нам молить Господа о помощи. И мы знаем из истории церкви, из предания, что были многие случаи, которые люди вымаливали своих усопших и каким-то образом облегчали их жизнь, потому что милосердие Господне безграничное. И, конечно же, свободная воля человека, которая проявляется его в молитве, она определенным образом влияет на это, на дарование милости Богу. Давиджан, то есть я правильно понимаю, такого не может быть, что человек всю жизнь, например, жил богопротивной жизнью и также и умер, но там оставил после себя, так сказать, людей, которые бы стали молиться за него, и все хорошо, он там уже унаследовал рай. Такого нету, правильно? Какое-то облегчение участи может быть, но не прямо. Может облегчение быть, потому что очень по-разному, знаете, что в разных духовных состояниях пребывают люди. Если даже какая-то небольшая милость Господня не зайдет на этого человека и утешит его определенным образом, то, конечно, это очень большое плюс. Вспомните притчу о богаче и лазере. Богачу многого не просил, говорит, пусть хотя бы он, говорит, свой палец окунет в воде и прикоснется к моему языку. Он даже самую маленькую вещь просил у бедного лазеря, потому что даже капля воды, то есть переносным образом, конечно, она влияет на состояние человека, поэтому даже капля нашей молитвы, капля милосердия Божьего, она многое может сделать в его участии.